Время уже заполнишь. Приготовьтесь увидеть, как в действительности выглядит настоящий автоспорт. Отлично, работаем, Асанов. Вау! Я не хочу знать вообще ни про какие правила. Тут главное встретиться на разгоне, да? Мы на разгоне встретимся и поедем. Дорогая, поверь мне, это возможно. И даже от педагога. Всем привет, это Игорь Асанов. И вот мы с вами снова встретились на гоночной трассе. Правда, на этой трассе это уже не Лиман, а наш живописный Сочи автодром. Трасса, которая помнит множество великолепных сражений. И других интересных гоночных моментов. Первый раз я увидел в Сочи автодром в 2014 году. Это было на GT Academy, которую проводили Sony, Gran Turismo, Nissan. И это просто небо и земля. Тогда тут лежали какие-то кучи гравия. А сейчас это просто потрясающая трасса для зрителя. Потому что она реально живописная, она реально уютная. Большинство гоночных трасс, и поверьте мне, я видел их достаточно, располагаются очень далеко от города. Они располагаются в каких-то лесах, деревнях, если мы берем Нюрнбург или Лиман. Здесь все-таки настоящий курортный Адлер. Очень уютный, очень хорошо обустроенный. И вот эта вот аллея, которая находится буквально напротив бокса в команд, она знакома, наверное, многим по трансляциям Формулы-1. Вот здесь даже остались еще названия команд, которые квартировали в этих гостевых домиках. Это настоящая Калифорния, тут пальмы, тут солнце, даже сейчас, в самом конце октября. В общем, идеальное место для того, чтобы проводить автомобильные гонки. Вообще у нас в России довольно много хороших гоночных трасс. Конечно, гораздо меньше, чем хотелось бы, но в любом случае, гоночные трассы не должны простаивать. Гоночные трассы должны принимать гонки. Поэтому сегодня на Сочи автодроме стартует четвертый, заключительный этап российской серии гонок на выносливость Russian Neurons Challenge с участием многих знакомых вам героев. Что ты такой довольный? В Сочи приехал? Я рад тебя видеть. Да ладно. С днем рождения. Спасибо. Я хотел тебя поздравить. Я про тебя ролик снимаю. Отлично. Подарок. Ну, хоть когда-то тебе. Хотя, машина сейчас на тебя соприла. Нет, она не совета. Видишь, она здесь должна остановиться. В отличие от Лимана, где команда гоняла на прототипах LMP2 мощностью 560 лошадиных сил, для русских гонок была выбрана машина более скромного класса CN2 с хондовским мотором на 270 сил. Правда, и весит такая машина всего 570 килограмм, а значит, очень быстро. Ну, это же такая необычная машина достаточно для нашей страны. Их мало очень. Слушай, ну, это очень сложная машина с точки зрения управления. То есть, это, по сути, смесь между лимановским прототипом и Формулой 3. Она очень легкая, она очень быстрая. Но сейчас мы показали время 2.05, что реально быстрее, чем Mercedes IMG GT3 на 3.4 секунды. То есть, быстрее только Формула-1 на этой трассе, да? Быстрее Формула-1 и Гран-при 2. Но я думаю, что можно показать даже 2.04. Машина, она интересна с точки зрения того, что она очень требовательна к пилоту. Если ты не выдаешься на все 100%, у тебя не будет времени круга. Например, третий поворот. Здесь в Сочи проходится в полный газ даже на холодных шинах. Ну, это же достаточно городская такая трасса по характеру. То есть, барьеры близко. Ты чувствуешь опасность? Слушай, ну, на самом деле, я даже не думаю на эту тему, но я, наоборот, кайфую от того, когда ты летаешь между стен. Даже если бы они были еще ближе, это было бы еще лучше. Ну, а теперь о том, как мы вообще оказались в Сочи. Дело в том, что команда G-Drive Racing, с которой я ездил на прошлогодние 24 часа Алимана, в этом сезоне, к сожалению, осталось без международных гонок. Сезон 22-го года начался, на самом деле, очень круто. Начался в 21-м году, когда мы выбрали в качестве одного из пилотов команды G-Drive Racing Даниила Квята и одновременно София Флэш. В здании Квята мы должны были ехать в чемпионат мира и чемпионат Европы. В этом году мы провели все 12 дней тестов, которые нужно было для того, чтобы... Это Сейбринг, да? Это Сейбринг. До Сейбринга в Америке мы провели на разных трассах. На Холмс стоит на Сейбринге мы провели 6 дней тестов. И до этого еще в Европе. Я не говорю про то, что между этим мы еще проехали двумя машинами гонку Дайтона 24, но где мы не участвовали, я и Даня, в качестве пилотов, но я участвовал с точки зрения менеджмента. На самом деле, это первая история, которая уже задавала правильный темп на все этапы чемпионата мира. С сентября 21-го года мы уже готовились к сезону 22-го. То есть полномасштабно тратили на это деньги, готовили инженеров, механиков, выбирали, а какой у нас будет стратег из Mercedes F1 или из Ferrari Formula 1? Кто лучше нам подходит? И по сути мы должны были стартовать в чемпионате мира. Даня должен был ехать в чемпионате мира, а я с Даней должен был ехать в европейской серии Limoire вместе с Софией Флэш. Но потом эти события, и по сути мы остались без Софии Флэш. Мы остались без чемпионата, когда у нас все оборудование, все гоночные машины полностью в брендинге, команда полностью готова как G-Drive Racing, зарегистрирована в Лимановском списке как G-Drive Racing, не вышла на старт первый этап чемпионата мира. Большое количество средств было потрачено на подготовку. На эти деньги мы команде оплатили. И команда тут, к сожалению, тоже ни при чем. Они боролись, они пытались нам помочь, чтобы мы вышли на старт и все делать для этого. Но именно FIA-организаторы, к сожалению, не захотели, чтобы мы вышли на старт. И организаторы заставили, не выпустили машину на трассу. Они сказали, что нет, даже если на ней нет G-Drive, это ассоциация с Россией. Поэтому сдирайте наклейки. Команда вообще в шоке. То есть мы потратили огромное количество средств, чтобы все это заклеить. Это же время. И по сути им за ночь пришлось сдирать. Оранжевые наклейки переклеивают на голубые наклейки. И вот так и начинался наш чемпионат. Но реально команда большие молодцы. Они очень хорошо сработали. Потому что они нам помогали всячески. То есть по сути команда, которая у нас была, они сработали на 100%. Они супер подготовили машину. То есть самые большие затраты были уже понесены. То есть по сути мы проехали тесты, собрали команду, подготовили команду. То есть нужно было просто проехать гонку, поставить 6 комплектов шины и все, и забыть. Но, к сожалению, этого не случилось. Вообще вот вся эта история с Russian Endurance Challenge, она как-то резко очень началась. Ну, понятно, что началась во многом вынужденно. Но как это происходило для тебя? На самом деле Russian Endurance Challenge, он не первый год существует. И это хорошая альтернатива европейской серии Le Mans. Понятно, пока она только развивается. Это российский уровень, но в любом случае, когда мы пришли сюда командой Джейдера Рейси, мы сразу поставили планку очень высоко. Мы смогли сразу одержать две победы. Причем первая гонка была в Санкт-Петербурге, где мы одержали победу перед Виталием Петровым, Сергеем Сироткиным, Михаилом Алешиным и Виктором Шатарьым. То есть, по сути, это топовыми российскими пилотами. Ну а теперь немного о том, как же устроен мировой автоспорт. А устроен он так, что, условно, немецкая команда Mercedes располагается в Британии и работают в ней, как правило, британские специалисты за немецкий бюджет. Поэтому российские команды, которые выступали, скажем, в гонках на выносливость, тоже располагаются, как правило, не в России, а там где-то удобно с логистической точки зрения. То есть, опять же, в Европе. Но если ты хочешь не просто гоняться, но еще и развивать автоспорт в своей стране, то тебе нужно брать на работу в команду также и молодых специалистов из России. Ну, чтобы они набирались опыта, ездили на самые главные международные гонки. Именно такая идея и родилась в Московском политехе. В моих глазах было все отлично. Но понятно, что я смотрю на это как отец, как человек, который видел рождение этого проекта, самого там, когда мы не умели крутить гайки. Пабло, привет, расскажи, что вы с G-Drive в политехе запустили? Привет, Игорь. Смотри, мы запустили новую инженерную школу. Она направлена на магистратуру, то есть только магистрская программа. Идя такая, что те студенты, которые уже закончили всего вокаловариата, могли в магистрский программ работать уже с партнерами. То есть после четвертого курса, да? Да, ты закончил четвертого курса, перешел на магистратуру, и в магистратуру уже работали с финальным его, как сказать, работодателем, то есть с нашим партнером. Един из программ, мы запустили в этом году три программы, и один из них это гонус инженеринг, который мы запускали сами с G-Drive. И не только с G-Drive, еще Рома Руссинл является куратором этого проекта, то есть он сам работает со студентами. Для того, чтобы побеждать в каких-то гонках, неважно в каких, нужно первое, это знание. Это самое главное, что нам позволит вписаться в гоночную команду и понимать вообще, что нужно делать. Мы начали общаться с московским политехом, и они очень хотели, чтобы G-Drive Racing как-то начал привлекать студентов в команду. И на самом деле у нас реально была цель, мы хотели, чтобы студенты или топовые ребята из московского политеха могли получать возможность стажировки в нашей международной команде. Но так как команда теперь стала российской, мы быстро очень переформатировали возможное сотрудничество в реальную гоночную команду. То есть мы взяли ребят и начали их обучать именно с точки зрения мирового подхода. То есть сразу топ уровень. Это было непросто. Я слышал, ты штрафовал их первое время за колеса немытые, кажется. Я их штрафовал до самого конца. Я пытался объяснить, ребята, что такое, как можно на машину ставить грязные колеса. Ребят, я хочу, чтобы все было чисто, идеально. Ну, это должно быть как в Макларене. Ну, посмотрите фильм на Ютубе, когда был сложный этап, в итоге я начал онлепить штрафы просто на все. Ну, хорошо. Мы поняли, что у тебя был раньше уровень, выбирая между стратегиями Макларена или Мерседеса. Мерседес и Феррари. Мерседес, Ф1 и Феррари, да. Сейчас какая у тебя планка? Ну, главное, чтобы колесо не отвалилось. Я говорю, ребята, на московской гонке главное, чтобы у нас не отвалилось колесо. Вот, единственное, если что-то отвалится, сломается, ну, или колесо потеряем. Ну, мы потеряли колесо. Неужели? Неужели не закрепили колесо, как это следует сделать? Машина сейчас находится на главной прямой. Это значит, что нужно проехать, по сути, на трех колесах, на неприкрученном заднем левом колесе целый круг. Вот ты после 11 класса приходишь к родителям, говоришь, мама, папа, я собираюсь работать в автоспорте. И тут мама роняет тарелку из рук и говорит, что лучше дочь тиктокерша, чем менеджер гоночной команды. Тогда, кстати, тиктока не было еще. А, ну да. Не, может, где-то был, но не в России. Нет, я... Это было не то чтобы так, просто когда я поступала в московский политех, я еще не знала, что я буду менеджером гоночной команды. Это произошло в процессе. Я поступила на первый курс, узнала про команду, поняла, что я хочу туда попасть. И я пробыла себе в разных проектах проектной деятельности московского политеха, профильных. И вот сильно старалась, была замечена, была приглашена в команду. Родители восприняли очень хорошо, потому что с родителями отношения доверительные. Если я сказала, что я хочу этим заниматься и мне это нравится, это воспринимают абсолютно нормально, потому что мне доверяют. Единственное, мама, конечно, переживает иногда, потому что там очень много работы, мы редко видимся, я живу в другом городе, не в Москве. Я ее успокаиваю, мама, все в порядке, я жива-здорова, все хорошо. Это не секта. Меня не вербуют, я деньги никакие не вкладываю, золото не закладываю, все в порядке. Ну а вот тебе что приходится делать, для того, чтобы люди продолжали функционировать и делать свое дело? Еду доставлять, это мы уже видели. Да, ну, меня в команде бывает называют отдел моральной поддержки, ну, то есть реально, ты поддерживаешь ребят всеми возможными способами, отнести воду, угостить конфеткой, накормить, поддержать добрым словом. К примеру, приезжают ребята в новый город, у них свободный вечер, и они, конечно же, как второкурсники, а пойдем бухать. Вечерые горят свободный вечер, вот эту шутку пошутить силы. Не бывает свободных вечеров, да, в командировках? Ну, нет, вечера свободные бывают, понятно, то, что, ну, там, никто не стоит с кнутом. Раньше вы работали в своей студенческой команде, сейчас вы работаете же с профессиональной командой G-Drive Racing, там Рома Русинов бегает, раздается указание. Как это влияет на вашу работу? Я, как бы, из всей команды достаточно много общаюсь с Ромой, бывает нелегко, да, но при этом ты понимаешь, что, ну, всегда это не просто так, то есть, не знаю, когда он за что-то ругается, это не просто так, это действительно объективно. Иногда это самый лучший способ понять, что ты действительно делаешь что-то не так. Изначально напарником Романа Русинова в русских гонках должен быть хорошо знакомый по Формуле 1 Днил Квят. Однако он в этом году пробует свои силы в американском Носкаре, поэтому новым напарником Романа стал Сергей Афанасьев. Вспомни именно сам момент, когда ты прочитал сообщение от Романа, как это выглядело? А с Ромой всегда сообщение выглядит очень легко. Серег, поехали? И ты поехал. И вот я здесь. А что, комбез, в принципе, Данин прекрасно на мне сидел. Подошел? Да. Тебе не пришлось бросать работу, что-нибудь еще, чем-нибудь жертвовать? Мне сейчас, в пятницу, пришлось поработать дистанционно. Работа у меня такая, что я в ней 24 на 7. Но вот этой частице, которая жива во мне на протяжении стольких лет, а именно с 99-го года, если не ошибаюсь, автоспорт, даже с 98-й, наверное, по 2020-й. То есть 22 года автоспорта они не могут просто разово исчезнуть. Гоночный вирус не знает дисциплин, будь то дрифт, ралли или кольцо. Поэтому те, кто по-настоящему болеют им, гоняются на чем угодно. Среди них лучший дрифтер России Аркадий Цареградцев. Когда ты последний раз в кольце ездил? Вот сейчас, 20 минут назад на Жиге. Ну, кстати, он знает вообще про правила гонок на выносливость? Тут же ведь никто под финишным флагом проедет, а кто про большую... Я не хочу знать вообще ни про какие правила. Сузглавный встретится на разгоне, да? Мы на разгоне встретимся и поедем, а там уже, как говорится, куда карта ляжет. Она очень быстрая. В смысле, 180 сил 16, это вообще Хонта мотор. Так-то. А на ней можно обогнать кого-нибудь? Ну, безусловно, как минимум себя время. О, я Марусю обгонял и Е92 обгонял. Вот, если он такой избалованный, такой нежный, что он через 20 минут вылезет и скажет, все, мне надоело, где мой кофе, я хочу домой. Я здесь на своей супре, она готова, она вот снята с прицепа, прогрета. Но она здесь не для гонки, она здесь для того, что мы сегодня вечером едем на проактивационную часть к факелу, к фонтану. И приветствуем, приглашаем зрителей в качестве выставки автограф-сессии на завтрашнюю гонку. Ну, а пока машины красиво выстраивались у фонтана, команде пришлось искать дорогу на брифинг пилотов. Ну, это же расписание, зачем? Ты знаешь, что не было отопринзательного информации о том, где проходит брифинг пилотов. Вот сейчас... А время-то есть? 18. А где здесь это? Ром, Смотри, я отправляю оператора Ярика с вами на брифинг пилотов. Сделай так, чтобы его оттуда не пускай подснимет его. Тогда бы сделаешь его. Ну, ты сам разберешься. О, слушай, так это сексуальная камера, на которой можно снимать нос Асанова. Асанов, он не влезет в объектив, понимаешь? Он слишком большой. Асанов такой великий. Афоня, соберись. А-а-а, о, ничего себе. Отлично, работаем. Ир. Ир, нам куда? Ледиа-центр. Либо зал для пресс-конференций, либо билдинг. Но каждый раз это по-разному, поэтому вот так, идем. Ир, ну как так? То есть мы опоздаем на драйв с бейфинг, надо дисквалифицировать сразу до гонки? Уже опаздывали, Ром, да? Да ладно, да. Да это все кавиат. А теперь кто? Теперь виноват Асанов. Асанов, ты где? Почему Асанову нет в камере, Асанов? Асанов, 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 Итак, после первого дня на автодроме мы с моим оператором Яриком поехали в нашу съемную квартиру для того, чтобы отцепаться перед решающим днем. Но одна мысль не давала мне покоя, не давала заснуть. Время уже заполночь. Приготовьтесь увидеть, как в действительности выглядит настоящий автоспорт. Чуваки, как вы? Я вам энергос принес. Сок из холодильника. Держи, Ром, держи. Ну, у нас, по факту, у нас ничего критичного. Просто мы заметили маленькие, кратковременные, где-то в одну десятую секунду падение давления, буквально на несколько десятых. Давление масла? Давление топлива. Это хранитель. С ним все не очень хорошо. Ну, с ним не очень хорошо, но, возможно, просто когда его доставали, это случилось. Но вполне возможно, что готов к всему вину и он. И за него скачет давление топлива? Такое тоже возможно. Но сейчас мы посмотрим, куда идет. Слушай, а сколько ты спал за эти дни? Так, ну... Не спали мы в первый день. И вот, потому что мы приехали... Вроде бы как заранее, мы приехали в... Когда мы приехали? В четверг. Нет, мы прилетели в среду вечером. Вот. И весь четверг мы занимались тем, что мы выставляли оборудование. Это у тебя телеметрия? Это... Или кардиограмма твоя? Это ровная линия. Ну... Это... Да, это информация. Это... Лог. Лог-файл с автомобиля, как раз таки. С помощью которого я и увидел то, что у нас падает давление топлива. Я являюсь инженером отдела динамики и композиты в полночной команде Московского политеха. Сейчас мы работаем с автомобилем G-Drive G-01 в команде G-Drive Racing. То есть ты учишься, да? Да, я на втором курсе учусь в Московском политехе. И в принципе, что узнаю на учебе, потом практикую сразу в лаборатории. А как это вообще получилось? В политехе существует в принципе три гоночных команды. Я решила, что хочу в команду FDR. Приходишь и говоришь, здравствуйте, я то-то, то-то. Хочу вот, допустим, в отдел аэродинамики. А тебя дают какое-нибудь тестовое задание? Как проверяют вообще, сколько у тебя? Да, у нас был тест. И по, полагаю, среднему баллу, наверное, честно. Я не знаю, как дальше отбиралась. Ты его проходишь, а потом тебя приглашают уже на собеседование. Вот. И на собеседование уже смотрят, что ты за человек в принципе. Точно ли ты сам писал тесты и что такое. Слушай, а как оно вообще появилось? Как ты узнала о гонках? Как полюбила их? О гонках? Честно, в детстве у меня папа смотрел Формулу-1. Параллельно, когда мама готовила хачапури. Я такая, у меня такая теплая ассоциация, что вот хачапури – это гонки. И в детстве я смотрела, потом очень долго забыла про это все. И где-то лет в 14 папа что-то тыркал каналы. И такой, о, Формула-1. Такой, давай смотреть. И все, с тех пор я как-то в это включилась. А сейчас следишь за какими-нибудь гонками, ну, кроме тех вот, в которых участвуете? Да, конечно, я слежу за Формулой-1, за серией Лимана ВЭК. Конечно, мне очень... Ну, то есть ты хардкорный болельщик, ты что-то помимо Формулы-1 еще знаешь, да? Да, конечно. Ну, не прям хардкорно, но... О чем ты мечтаешь? Честно, я мечтаю построить автомобиль, который проедет 24 часа Лимана. Это такая планка минимум очень. Ты победишь себя, если ты ее проедешь. И автомобиль, которым ты участвовал в постройке, тоже проедет. Это, ну... Не все в мире строят автомобили, которые могут 23 часа прокатать, вернуться, и такие, вон, мы выиграли. Ну, в целом, да. Поэтому это очень круто, и потом, наверное, хотелось бы в Формулу... Ну, уже в формульные серии, потому что... Тут же Эндрин Юи, он в Формуле-1, в Рэдбуле. Хочется у него спросить, как автомобили строить? А ты читала его книгу? Да, конечно. Все-таки я в Ари Динамис, как-никак. Ну что, стартовая решетка Russian Endurance Challenge последнего четвертого этапа Сочи-автодрома. Прекрасная погода, не то что это слякоть, которая в Москве. Куча интересных машин. Сейчас мы это все вам покажем, сейчас пройдемся, насколько хватит времени. Ну, G-Drive на пол-позишн вместе с Романом Русиновым, который быстрее и опытнее. В общем, пойдемте со мной. Видите, маленький прототип, 270 сил, очень легкий, 500 килограмм, но большое количество прижимной силы против гораздо более тяжелого, но мощного Мерседеса АМГ, GT3, точнее, не Мерседеса, а просто АМГ. Мы сейчас увидим, как Мерседес GT3 нас обгонит напрямую, и как нам будет потом тяжело его догонять. На самом деле, мы реально быстрее в поворотах, но он очень быстрый напрямую. Прямых здесь много, поэтому борьба будет достаточно сложной. Мы про друг друга слышали с раннего детства, занимаясь картингом, но не сталкивались. А вот столкнулись внутри одного сидения. Там их два на самом деле. Да нет, одно вытащили. Мы так, на коленочках. У друг друга. Ну, а чуть-чуть ниже по стартовой решетке Toyota Supra, за рулем которой выступает победитель GT Academy Станислав Аксенов, которого мы тоже прекрасно знаем. Даже снимали один из своих ранних сюжетов про него. Стасиан, этот шлем, по-моему, тебе подарили за участие в GT Academy, точнее, не за участие, а за победу. Сколько он стоит? По старому курсу 290 тысяч, сейчас уже в районе 500. Он растет. Ну, то есть, комбинезон достался бонусом. Это все артефакты со времен Академии Гран-Туризма. Станислав Аксенов был ее победителем, одним из первых в России. И в итоге он гонял даже на мировом уровне в очень престижной серии. Тогда Blanpa GT называлась на Ниссане GT-R. Но и самое главное, что REC – это единственная гоночная серия в мире, в которой можно увидеть, как Маруся гоняется против Porsche и Mercedes. Это Маруся GT – очень редкая машина, которая должна была принимать участие в чемпионате Fiat GT. Но в итоге она просто простояла в каком-то гаражном помещении больше 10 лет. И вот, наконец-то, сейчас тоже студенты политеха ее восстановили под руководством главного конструктора и вывели на старт Russian Endurance Challenge. Вот она, Маруся GT. Ну и плюс принимают участие автомобили класса Shortcut, уже хорошо знакомые в российском автоспорте. Это, наверное, самый бюджетный российский гоночный автомобиль, который вообще, в принципе, можно себе позволить, если вы хотите начать заниматься автоспортом на достаточно высоком уровне. Это миллион с небольшим рублей. Это рама, 4 колеса, руль и мотор от Жигулей. Ну, всем хорошо знакомый Шестнальк. Здесь в конце стартовой решетки у нас уже машины турингового класса. Это Мазда 3 серии. Две штуки команды Мазда Картинг Академии. Ну и, наконец, самый главный туринкар, который только можно найти вообще во всем чемпионате. Это ВАЗ-21053 с Аркадием Цареградцевым за рулем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удается Мерседесу сразу захватить лидерство. Чудрайв, похоже, теряет позицию относительно экипажа на Пуршин. Борьба только начинается. И борьба впереди продолжительностью 4 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь выступал на автомобилях категории TCR. Она мне тогда не понравилась. Повернул руль, 90-градусный поворот, проскользил. Повернул руль, проскользил. А на автомобиле с аэродинамикой, как тот, на котором мы выступаем сейчас, это фантастика. Это совершенно другая трасса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключ в доверии. А с возрастом человек все меньше и меньше доверяет чему-либо. А когда пришло доверие к машине? К машине оно приходит по мере того, как ты начинаешь пробовать. Ты начинаешь экспериментировать, заходить за грайм, которую сложно прощупать. То есть, твой прошлый опыт говорит, что это невозможно. А ты должен своей ноге сказать, дорогая, поверь мне, это возможно. И дожать педаль газа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ехать за Mercedes-Benz GT3 очень сложно, потому что, когда ты едешь за этим автомобилем, ты едешь на 2 секунды медленнее, потому что у тебя меньше прижимной силы. Поэтому мы оттянули первый пидстоп всего лишь на 30 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы реально тестируем топливо G-Drive в гоночных условиях на нашем гоночном автомобиле, на лиманском прототипе, в гонке. Нашим дюрс-челлендж, в нашем прототипе G-Drive G-91 было топливо G-Drive, которое мы приобрели прямо на ЗС в Сочи. То есть, на самом деле, это знак качества. Дальше мы заехали, заправились, и я уже ехал в чистом голове. И очень быстро. Нагнал время, когда Mercedes заехал на свой пидстоп, мы уже лидировали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У гоночной команды также есть задачи, которые связаны с проверкой и доработкой высокотехнологичного топлива, на котором мы ездим, то есть на топливо G-Drive с заправок систем ЗС Газпром нет. Эта работа, она позволяет улучшать характеристики, которые дальше ты предоставляешь в гражданском автопроме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так везде. Спорт, он помогает расти и автопроизводителям. Ну, а Аркадий Цереграцев устроил блестящее шоу на Жигулях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну, Сереграцев вообще великий и ужасный. Классическая пятерка под управлением царя дрифта Аркадия Цереграцева идет впереди, например, BMW команды Classic Racing впереди двух автомобилей Mazda Трин. Во-первых, он топовый пилот в РДС. На мой взгляд, в России сейчас это самый популярный вид спорта, такого технического вида спорта, потому что они как раз могли показать зрителю, что это круто. Соответственно, кольцевым гонкам можно делать то же самое. Когда мы говорили, кстати, про Квята, твоего напарника, он же сейчас выступает в Носкаре. это чемпионат необычный довольно, но он абсолютно американский, то есть он все вот эти 60-70 лет, которые он существует, это очень давняя традиция, он варится в собственном соку, там практически все до недавнего времени были американцы, участники, но при этом этот чемпионат не местечковый, он очень высококонкурентный. Можно ли нам прийти к чему-то такому однажды? Слушай, я думаю, что возможно, но ты сам сказал 70 лет, а у нас автоспорт, ну, по сути, началось 20-10 лет тому назад, поэтому 60 лет наверстать за один год нереально. Для того, чтобы это сделать, нам в любом случае нужно начинать двигаться в этом направлении. Любой национальный чемпионат, он растет за счет как раз тех, кто возвращается в него из международных соревнований. Поэтому сейчас очень сильный импульс у отечественного автоспорта. Все те, кто собирали опыт там, вернулись и раздают его сейчас здесь. Роман Русинов на прототипе G-Drive G-01 команды G-Drive Racing победа в абсолютном зачете заключительного этапа Russian Endurance Challenge. Мне очень импонирует вот эта ситуация, которая позволила нам с Ромой передавать наш опыт юным механикам которые реально очень молоды. Они хотят, они трудятся, они стараются. Бывает что-то не получается. Бывает. У любого человека это бывает. Тут на самом деле история в другом. Они должны понимать к чему нужно стремиться. И конечно, к сожалению, сейчас нам нужен международный опыт. Мы прекрасно понимаем, что топовый автоспорт все-таки находится в Европе, в США. Поэтому для того, чтобы прогресс шел быстрее, нам как можно быстрее нужно вернуться в международные гонки. Когда мы уже приехали на третий этап, у нас уже боксы были самые крутые, уже все бегали куда нужно. И уже научились пол вытирать, и колеса даже мыть. На самом деле просто базовые вещи, которые на первом этапе были достаточно сложные. Как видите, автомобильный спорт в России он есть, он живет. И сейчас у нас в России уже не так уж и мало хороших гоночных трасс. У нас есть гоночные трассы в Москве, точнее, Московской области целых две. У нас есть трассы в Смоленске, в Нижнем Новгороде, в Казани, под Санкт-Петербургом, даже в Красноярске. И это трассы, как правило, очень-очень хорошие и современные. Конечно, для страны такого масштаба это недостаточно. Но поверьте, в России можно заниматься автоспортом, в России можно гоняться. Но еще на самом деле, когда мы говорим про автоспорт, не нужно забывать, что он начинается не с Сочи-автодрома, он начинается не с Егоры-драйв, он начинается все-таки с картинга. Это те самые картодромы, на которые вы можете прийти и заплатив там тысячу рублей за прокатный картинг, просто проехать на девятисильном карте, получить невероятное удовольствие после того, как я начал ходить на занятия по картингу, я понял, что автоспорт на самом деле начинается вот там. И не научившись ездить за рулем карта, не начав заниматься картингом, все остальные ступени становятся практически бесполезны. Это все равно, что изучать мировую литературу не свой в букварь. Точно так же дело обстоит и со всем остальным в жизни. Не понимая того, как работают самые лучшие, в чем именно они сильны, ты никогда не сможешь их обогнать. Даже будучи самоучкой, можно всегда стать хорошим инженером, механиком, пилотом, режиссером или кем вам будет угодно. Достаточно лишь желаний и дисциплины. Но это путь поиска и ошибок, путь, который может занять очень большое время. Гораздо быстрее учишься тогда, когда рядом с тобой есть кто-то, кто уже стал лучшим в своем деле и может показать тебе уровень, к которому надо стремиться. Именно поэтому люди поступают в лучшие университеты, именно поэтому они проходят стажировку в лучших командах, просто потому, что там работают те, кто умеет побеждать и задавать уровень. А чтобы не тратить время впустую, учиться чему-то стоит только у самых лучших. КОНЕЦ